Не успели сплавить на воду, как чудо техники Буян, уже потрогали юные саперы. Его задача не буянить. Назван он и не в честь города из сказки. Буян – устаревший синоним пристани. Фиксируется на якоре и измеряет качество воды. Солнечные батареи за световой день заряжают с избытком. Если вообще солнца не будет, он две недели проработает на аккумуляторах. Питается энергией солнца. Корпус из инновационного алюминия. В уходе неприхотлив. Очищает датчики самостоятельно с помощью ультразвука. Заметить в воде такой агрегат можно даже глубокой ночью. Это специальный маяк, который зажигается в темное время суток, для того, чтобы Буян не стал опасным препятствием на пути водного судна. Буян российского производства – детище фонда «Без рек, как без рук». Этого помощника испытывали шесть лет. Он себя зарекомендовал хорошо и теперь отправляется в постоянное плавание. Его уникальность в автоматизме. Сенсоры получают сигнал и затем с помощью передающего устройства в облако передают данные. На зимние месяцы Буян планирует брать отпуск, а в остальное время будет усиленно следить не только за качеством воды Москвы-реки, но и ее притоков. Вы знаете, что в Москве-реке много притоков на территории нашего округа, поэтому от чистоты воды Москвы-реки зависит состояние множества водоемов на нашей территории. Место работы – Буяна, Звенигород. И не случайно местные очистные сооружения загрязняли воду. До следующего года они на реконструкции, но проводить замеры лишним не будет. И сейчас мы хотим смотреть, как изменяется качество показателей воды, чтобы больше таких и жалоб не было, и чтобы превентивно реагировать на это и смотреть, как работают очистные, какие есть выбросы. Через считанные минуты после погружения в воду «желтый помощник» уже сделал первый анализ. Мы видим, что у нас показатели мутности нитратов и кислорода, и ПАЖ находятся в пределах нормы. С виду космический спутник. На деле – мощная водная станция. Буян уже в прямом смысле слова в потоке. Плавает, анализирует, помогает. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».